приветствую вас мои любимые и дорогие уважаемые друзья кем бы для него были и кем вы для него стали мы будем смотреть точно четко прямо на картах таро кем вы для него были и кем вы для него стали знаете эти карты таро очень правдивая очень классная они открывают то чего не видно дарю вам все цветы земли и желаю вам счастья и это живые цветы на столе что такое здесь сила 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 карта силы девятка жезлов он чувствует что отношения ваши пострадали и он хотел бы их поправить но это было при диагностика потому что карта сама себя показала а я буду делать старин расклад кельтский крест из десяти позиций кем вы были для него и кем вы для него стали и так атмосфера всей вашей жизни с ним что было есть будет самая центральная карта вот это а следующая карта это то что может помешать или помочь и так следующая позиция будут такие смотрите что делается карты выпрыгивают но ни одна не перевернулась да только вот это перевернулась и от основания ваших отношений здесь туз чаш любовь страсть вспыхнула как искра между вами что уходит и никогда не вернется что может прийти что будет наверняка а также я посмотрю для вас еще и под дополнительная позиция потому что вот это старинный кельтский крест а я сделаю 10 карт такой как более всем знакомый и у нас 4 дополнительные позиции кто вы по мнению высших сил кто он страхи и надежды и вывод итог я конечно карты будут дополнять по надобности по мере надобности но и приступая к раскладу все готово все для вас здесь сделано и так самая главная карта это конечно атмосфера что вы же эта карта влюбленные мои дорогие друзья это очень очень здорово то есть ваши отношения уже готовы перейти на новый уровень высшие силы сам творец видит ваши отношения как продолжающиеся как способные выжить в любых рамках там турбулентности как говорится да будут обязательно перемены потому что влюбленные эта карта перемен это что сейчас с вами происходит это не случайно не случайно вас ожидают в будущем счастье влюбленные это влюбленность счастье и в ближайшем будущем вы это ощутите на себе это очень хорошо теперь важные позиции прошлого вот это прошлое это то что в основании как магическая искра между вами это прошлое что уходит навсегда и никогда не вернется уходят ссоры навсегда до десятка меча вот это очень негативная карта так что уходят ссоры навсегда и никогда больше не вернуться между вами настанет мир и взаимопонимание это карты прошлого это позиции прошлого но вот это прошлое она останется потому что это туз чаш и это основание вот то что случилось при самом начале ваших отношений первая любовь первая руб любовь с ним то есть первая вспышка любви может быть это и первая ваша любовь может быть первая ваша любовь тоже отра отразилась наложил отпечаток на эту любовь и здесь мы видим page пентаклей может быть вы еще были незрелые оба с ним может вы еще не умела с друг другом общались в самом начале может ваша первая неудачная любовь отразила отразилась какие-то хлопоты какая-то нервность была понимаете что-то повлияло и может быть вы посмотрели на него когда встретились страстные красивые но ничего не добился в жизни и у вас зародилось сомнение стоит ли мне с ним продолжать отношения он вам давал радости вы ему давали радости он вам дал страсть вы ему дали страсть свою то есть отдали себя ему он отдал себя вам и это может продолжаться вот эта линия может продолжаться это же линия ссоры недопонимания обиды обидные слова обидные действия вот эта линия заканчивается линия десятки меча заканчивается эта линия то что он часто провоцировал то что он часто начинал вот эти неприятные разговоры да Вот эта вот карта и показала туз меча. То, что кто-то встревал в ваши отношения и мешал. То, что, может быть, родственники не дают покоя. Кто-то мешал вашим отношениям. Какая-то ситуация была в жизни нерешаемая. Вот эта нерешаемая ситуация, которая просто выжгла вам всю душу, потому что вы не знали, что делать. И вы привыкли самого всего добиваться сами. Вы привыкли в отношениях быть человеком, который показывает свою любовь на деле. И вам казалось, что он ссорится зря. Но это не он ссорился. Здесь на мужчине могло быть магическое воздействие. Запросто. Какая-то власть была на нем. Кто-то ему завидовал, кто-то добивался, может быть, его внимания. Кто-то вступил с вами в абсолютно неравную борьбу. Кто-то, кто хотел казаться другом, казался врагом. Я сейчас смотрю следующую позицию. Это четверка жезлов. Это когда сила восстановится. И это магическая позиция, что может прийти. Да, жезлы. Жезлы и жезлы. Вот как карты гадают. Да, очень-очень мощно. И это показано в том, что вы видите на столе. Я все при вас беру, дорогие мои. Я здесь вижу, что жезлы — это страсть. Страсть была, страсти будет. Были радости, была любовь. Знаете, чаша — это не только страсть. Это когда люди друг друга любят. Вот любят на вот этом уровне любви. Безусловной любви, да. Вот это начало, когда вы человека встретили, он вас полюбил безусловной любовью. Ну, конечно, потом были преграды. Преграды уходят. Это позиция, что уходит. Это магический расклад абсолютно. Теперь мы смотрим, что может быть. Что может быть? Восстановление сил, стабильные отношения, стабильная энергия. Выполненные обещания от мужчины. Может быть, возврат силы. Может быть, новый дом между вами. Или же вы, наконец, начнете жить вместе. Потому что четверка жезлов — это как четыре угла в доме, да, четыре стены. Эти стены, которые будут оберегать вас как пару от внешнего негативного и часто такого агрессивного мира. Я здесь вижу по вот этой позиции, что уходит навсегда, что мир вокруг вас в данный момент вполне, возможно, у многих довольно. Агрессивный. И даже постель не спасает. Потому что поселилась вражда. Может быть, так. И может быть, вам сейчас кажется, что ничего невозможно, вы руки опускаете. Или он демонстрирует свою слабость вам. Как он может демонстрировать свою слабость? Он приходит домой уставший. Да и говорит, на работе устал. Скорее всего, это просто отговорка. Потому что он или боится общаться, чтобы опять не было острых выяснений отношений, поскольку он знает, что многое накипело у вас. И он знает, что во многом виноват. Поэтому он может демонстрировать свою слабость тем, что может говорить, я устал, дай мне отдохнуть. Садится к телевизору там или к своему планшету. И час второй, приходит третий, уже час ночи. А он еще до сих пор погружен. Он даже не видит экран. Он погружен в своих страхах. Он погружен в том, что вот эта защита его, она неправильная. И вот это его отношение такое к вам, какое-то, когда он игнорирует вас, вот здесь видно, да, вас может расстраивать, даже, может быть, бесит. И вы чувствуете, да, ну ладно, шаг за шагом сила из ваших отношений уходит. И вы знаете, что нужно отношения спасать. Он сам знает, что нужно отношения спасать. Почему? Вот это избегание, это все временно. Он как бы воспрянет назад к жизни довольно скоро. Довольно скоро он осознает, что так нужно что-то делать, нужно что-то двигать, так больше нельзя прятаться. Прятаться в своей какой-то внутренней шкуре такой, да, кожи, где на самом деле он тоже чужой сам себе человек. Он сам себе стал чужим по картам мечей. Потому что он сам перестал думать, перестал соображать. Он стал какой-то зазомбированный. Просто зазомбированный. Может прийти возврат силы. Эти две позиции будущего. Это что может быть, это что будет наверняка. Что может быть, это возврат силы, это более стабильное отношение. Мало-помалу человек начнет выздоравливать. Человек начнет выздоравливать от этой психотравмы, можно сказать, которую ему нанесли, может быть, враги, может быть, третьи лица. Или же даже по этим двум картам магическое воздействие. Но поскольку эти карты прошлого, я хочу сказать, что магическое воздействие ослабевает со временем. И это уже очень хороший знак. Еще по той причине, что атмосфера всего, эта карта влюбленная, она, конечно, исцеляет сама по себе. Потому что на карте влюбленной есть архангел очищения от негатива, архангел солнца, архангел Михаил. Так что здесь вполне возможно, что сейчас формируется ваш внутренний мир, где будет возврат силы для вашей пары. А что же будет в будущем? Что же будет? Ну, хорошая очень карта будет. Потому что, наконец-то, с прошлым примирились. И он, и вы примирились с прошлым. И дверь открыта в новое будущее. Это может быть вот ваша утварь, да? Может быть утварь — это ваши отношения с друг другом в прошлом. Они какие-то были как фрагменты. Понимаете, где-то какая-то ваза. В вазе непонятно что. Вместо цветов какие-то утки древянные, да? И здесь луна, то есть перемены на пороге. Извините. Здесь какая-то недоваренная еда. А вот это, кстати, может быть и магическое действие, вот этот котел. Но вы и он, вам нужно время. Потому что вот эти чаши — это же нумерологический расклад. Торон-нумерология 5 плюс 3 будет 8. И 8 может быть 2 плюс 6, может быть 7 плюс 1. Но именно здесь, на этой карте, 5 плюс 3. 3 — это значит решение вот-вот уже будет, как жить дальше с ним. И вы уже с ним соображаете, что нужно идти в новое будущее, оставить позади все преграды. И 5 — это значит, что уже портал открыт. Портал на новую жизнь. Да, пусть пока темно, пусть это рассвет. Это рассвет для вас, кстати. Потому что чаши — это любовь, а восьмерка — чаш. Любовь продолжается, но в новом качестве, да? Я добавлю еще одну карту. Это просто замечательно. Просто замечательно. Это карта сила. Я точно знаю теперь, что все, что я считывала, это было очень правдиво. Поскольку карта сила вышла на будущее, да? Вы пара сила. Я говорила с такой понятием. Я по-английски скажу, потому что оно оттуда и произошло. Это понятие. Называется такое понятие power couple. Couple — это партнеры, да? А power — это сила. Power couple. Вы вместе — сила. И вас не разрушить. Вы знаете, что, может быть, да, может быть, вам пришлось кармически что-то отработать. И что пришлось отработать, еще посмотрим в этой скрытой карте. В этой тайной карте, которая будет видна в конце расклада. Но вы вместе — сила. Вы начинали как сила. Потому что два туза. Потому что ваша встреча была запрограммирована у высших сил. Она была запрограммирована, эта встреча. Вот и все. Вам вселенная дала добро навстречу. Понимаете, вас магнитом привели высшие силы друг к другу. Хранители его рода, хранители вашего рода магнитом вас притянули. Об этом туз пентакля и об этом туз чаш. Магнитом. И здесь такая вода гладкая. И еще мы видим здесь лотос. Два лотоса, кстати. Это говорит о том, что сейчас вы наполняете силой с ним. И вот это, что было дано, это как святое, священное причастие. Ваша встреча с ним. Это была данность не только на тот момент. Это была данность как с, вы знаете, с бесконечности. Итёнатия, с бесконечности, с совершенства, от звезд самих. Потому что карта Паж Пентакли, это оно и есть. Это начало вашей силы. Если я сказала, что здесь тоже присутствует туз пентакля, он присутствует в духе. Если девочки меня знают, у меня иногда можно найти на моих каналах интуитивное чтение, где я просто с вами, вот как я есть. Я, кстати, никогда своего лица не скрываю от моих слушателей. Потому что белая магия не скрывает лица. Нужно знать это. И я говорю, что вот смотрите, сейчас ко мне в духе вышли карты. Я вам рассказываю, что я вижу, да, интуитивное чтение. Все мои расклады имеют иногда тоже вот такое присутствие карт, которых на столе вы не видите, но они есть, в духе вышли. Сюда еще вышел туз Пентакли в духе. А это начало того, что вы будете в будущем очень богаты, как пара. Знаете, богаты своей любовью, богаты преданностью друг другу, а также богаты материально, когда будет обеспеченность, когда у вас будет обустроенная жизнь, обустроенная общая жизнь. И это все-все будет, потому что карта, влюбленная об этом, когда Творец сказал, идите и возьмите ответственность за свои поступки, да, влюбленные, это намек на это. Сейчас мужчина берет ответственность за свои поступки. Он берет полную ответственность за то, что он делает, что он думает, что он чувствует за вас, другими словами. Он берет ответственность за ваши отношения. И он больше не хочет сбрасывать свою ответственность на вас, потому что он понял, что это недостойно, просто недостойно. Хочу сделать немножко меньше экран, чтобы вам побольше карты было видно. Так, да? Так, получше видно, наверное. Поняли, да? Он берет ответственность за себя и за вас. Он берет ответственность, как заработать, он берет ответственность, как быть достойным партнером, как не углубляться в свой вот этот внутренний мир постоянно. А он хочет, чтобы это ушло, ушли все ссоры, ушли все препятствия. Он хочет, чтобы вы, наконец, оба осуществили этот переход в новое измерение ваших отношений, где есть любовь и взаимопонимание. Итак, две позиции будущего. Я сказала, что вот это возможно будет. Это вот такая модулированная позиция. Если карты здесь нехорошие, этого можно избежать. А вот это точно будет. То есть будет переход в новое время. И вы привязаны друг к другу. Вы сила, и вы остаетесь вместе. Вы связаны любовью. Вы связаны узами, которые нерукотворные. Ну а эту позицию вы решаете. Вы хозяин-барин. Берете или нет с собой. Я советую взять как таролог вам, потому что здесь я вижу жезлы, то и страсть будет возобновляться. Отношения будут улучшаться и будут более стабильными. Сейчас идет переход. Это четко видно. Ну что ж, посмотрим четыре дополнительные позиции. И вначале кто вы по мнению высших сил. Карта Луна. Ну женщина-женщина, да? Карта Луна это женщина-женщина. Вот кто вы по мнению высших сил. Вы человек, который очень притягателен для мужского пола. А также вы человек, который готов к переменам. Видите, долго уже между вами было напряжение, и нужно было время, чтобы прошло. Чтобы эти чаши все устаканились. Чтобы эта Луна поменяла свою фазу. И теперь время пришло. Это время перемен. Теперь время, чтобы вы понимаете, что да, вы с ним как кошечка с собакой. Да, кошечка с собакой. Кошечка с собакой. Но это друзья кошечка с собакой, а не враги. Это противоположности, которые любят друг друга. Это страсть полов. Да? Это страсть любви. Вот в чем дело. Сейчас возьму дополнительную карту. Кто вы по мнению высших сил, дорогие мои? А следующая позиция. Кто он по мнению высших сил? Это очень интересно. Кто вы по мнению высших сил? Дополнительная карта. Замечательно. Но здесь король, мои дорогие. Это король чаш. То есть по мнению высших сил, вы очень логический человек. И вы знаете все. Вы все просчитали. Вы поняли свои какие-то промахи. И вы не скрываете, что любовь между двоих – это дело двоих. И отношения не зависят, конечно, от одного человека, от обоих. И вы правильно здесь все просчитали. Вы человек, который тоже способен увидеть свои промахи, увидеть свои недостатки, увидеть, что вы сами делаете не так. Но вы очень заинтересованы в нем. Потому что король чаш плохим не бывает. Вы знаете, когда я иногда слышу, как ругает короля чаш, я не понимаю, а кто же тогда, по вашему мнению, король меча? Или же король пентаклика, король жезлов? Если король чаш не король любви, тогда кто же он? Да, перевернутым, если мы договариваемся с картами читать их в перевернутом значении, то король чаш в перевернутом значении все равно тот, кто любит. Но если рядом с ним какие-то плохие карты, может быть, мечевые карты, что он, может быть, и не любит. Но здесь я вижу, что вы его любите, он вас любит. Кто вы, по мнению высших сил? Вы как король немножко, да? Вы как человек, который хочет дела делать. Вы проактивный человек. Что такое проактивный? Который предвосхищает какие-то беды, страдания, препятствия, чтобы их предотвратить. Это делает король. Но вместе с ним вы женщина-женщина. У вас как логический ум и очень обаятельное женское тело. Высшие силы вас очень любят, потому что карта луна – это именно любовь, забота материнская. Высшая сила заботится о вас, как мать заботится о ребенке. И видят вас, что вас будет любить какой-то человек. Будет любить король чаш, можно и так увидеть. Но посмотрим, мне очень не терпится. Кто же он, по мнению высших сил? Вот видите, а он рыцарь меча. Стремительный, мощный, готовый к движению. Но каким-то таким он в последнее время не был. Вы сами видите, что он застрял, что он избегает действий. Но есть в нем этот потенциал, говорят высшие силы. В нем есть потенциал рыцаря меча. В нем есть потенциал человека, который способен действовать. И еще эта карта тоже ведь говорит, кто он по отношению к вам. Кто вы по отношению к нему. Это вы король чаш по отношению к нему. Вы хотите все решать сама. А он по отношению к вам хочет быть кавалером. Он хочет действенным быть. Он хочет быть, знаете, таким воином. Потому что король – это уже не воин, а это такой, знаете, стратег. А рыцарь – это воин. Он хочет быть воином. Он хочет быть с мощными мышцами, со страстью. Хочет к вам прийти. Хочет казаться вам умным. Может, вы сказали когда-то, что он дурак или придурок. Или дали ему понять это. Знаете, все люди, все мы где-то иногда дурацкие поступки делаем. Но вот ему стыдно за свои дурацкие поступки. Или за свои дурацкие промедления. Вот ему за что-то стыдно. Он хотел бы на деле доказать, что он умный. Вообще-то мечи – это же не только ум. Ум в каждой карте свой собственный. А мечи – это решение проблем. Решение проблем – это опасность. Он говорит, что я могу быть опасным. Я могу быть героем, который тебя защитит. Я могу быть опасным для противников. Какой он, да? Итак, что еще карты о нем скажут? Вот смотрите, десятка пентаклей дополняет рыцаря, добытчика. Вот он, по мнению высших сил, может быть добытчиком. Он может хорошо заработать. Он может быть добытчиком, мои дорогие. И это неплохо. То есть мужчина может добывать либо средства, пентакли средства, либо добывать, ну в спальне что мы добываем? Удовольствие, да? Он может быть добытчиком. Это очень хорошо. Со временем вот такой мужчина с возрастом, но это нужно, чтобы время прошло. Но с возрастом такой мужчина может очень хорошо зарабатывать. Десятка пентаклей может очень хорошо зарабатывать своим трудом, своим напором, своим нажимом, своей смелостью. У него есть потенциал. У него точно есть потенциал. Хорошо. Но это очень хорошо. Это очень хорошо. И еще, кто он для вас добытчик? Человек, о котором вы в принципе мечтаете. Только вы мечтаете о нем лучшем, чем он в последнее время себя проявлял. Вы мечтаете от него видеть героические поступки, потому что рыцарь меча это тот, который делает героические поступки, который вас спасает. Вот белая сова и на ней кот, видите? Вот таким вы его хотите видеть. А, кстати, он не против видеть вас королем чаш. Он не против видеть вас мудрой женщиной. Тоже и тоже мягкой покладистой. Он не против видеть вас обе эти черты. Страхи и надежды. Такой очень сложный дом. Если карта негативная, она показывает страхи. Если позитивная, показывает надежды. И у нас здесь карта повешенного. Вы скажете, ну да, неожиданно, правда? Неожиданно. В этот дом я не буду добавлять карту так же, как я не буду добавлять карту в первый и второй дом. Потому что здесь вот так я этот расклад задумала. Так договорилась с высшими силами об этом. Такая была установка с самого начала. Итак, ну что, карта повешенной. Страхи. Страхи, что все подвиснет и никуда не будет двигаться. У вас есть страхи, что он не поменяется. Что он вот каким стал, таким грубым может быть, равнодушным на первый взгляд, бездейственным, заторможенным каким-то. У вас такое чувство, что он такой останется. Поэтому карта повешенная. Ну карта повешенная, это, кстати, хорошая карта. Это ведь старший аркан, там целая энциклопедия. И главное значение этой карты, это нужно иметь, ну как бы любовь долго терпит. Из апостола Павла, любовь долго терпит. И мы все знаем, любовь долго терпит. Особенно безусловная, например, любовь материнская, она долго терпит. Потому что какой бы ребенок не был к нам противный, мы все равно его любим. А он нас может не любить, если мы противные к нему. Но это уже закладочка для других раскладов, если вам такая тема интересна. Да, безусловная любовь. Вы хотите безусловной любви с мужчиной. Не бывает безусловной любви с мужчиной. Вот в чем дело. Потому что карта повешенного, это карта безусловной любви, которая долго терпит. А с мужчиной любовь всегда приходит с условиями. Ты мне, я тебе, это товарно-денежное отношение. Как ни крути, как бы мы не хотели видеть вот в этих книгах, высокопарных из прошлого. Знаете, нужно смотреть в будущее, а не в прошлое. Я вот советую. Потому что когда мы погружаемся в романтику Джейн Остин, Евгения Онегина, Наполеоновской эпохи и так далее, романтизма еще глубже или еще глубже куда-нибудь, мы смотрим в прошлое. А в прошлое это темные времена в любом случае, в каком-то понимании. И все идет к прогрессу. Все идет к более высоким вибрациям. И мы знаем все, что на первый взгляд кажется темным. На самом деле идет борьба добра и зла на планете Земля для высоких вибраций. Все идет к лучшему. Так показывают карты. Это не мое личное мнение. Поэтому давайте смотреть в будущее, а не в прошлое. Ведь в прошлом жизни нет. Даже если бы это красиво. Саняты Петрарки, Саняты Шекспира. Ой, как красиво. Да еще и в русском переводе Маршака там вообще музыка сердца. Но это рождает печаль. А мы все знаем, что печаль порождает в три раза больше печали, а потом и в девять раз. Будьте осторожны с печалью. Нам, нашему славянскому сердцу, как бы в сладость печаль, поскольку история наша такая, да, между двух миров западного и восточного, и она остается быть такой. И это печаль. Это печаль. Мы не принадлежим не туда и не туда. Мы сами по себе. Да, в этих отношениях, может быть, в какой-то степени вы сами по себе, по карте повешенной. Может быть. Но если так честно и здраво посмотреть на жизнь, каждый человек в этой жизни должен, даже если он не очень хочет, особенно если молодой, он боится быть предназначен самому себе. Потому что когда человек предназначен самому себе, по карте повешенной, тогда происходит вот это чудо. Знаете, какое чудо происходит? Что мы имеем свой собственный мир, космос, и вместе с тем нам с ним хорошо, потому что мы не внедряемся в миры друг друга, когда касается наших разностей, то есть отличий, отличительных черт характера, отличительных черт предпочтения или же целей. Об этом карта влюбленная, чтобы честно посмотреть на свою жизнь с ним. Да, карта повешенной, это медленная карта. Медленно будут меняться отношения, но будут же, будут же переходить в сторону силы. От негатива, который уходит навсегда и больше не вернется, вы переходите в состояние силы, как партнеры. Влюбленная, сила повешенной. Ваша сила в терпимости друг к другу. Так я вижу это. А то, что вам еще карты помимо моих слов передадут, это чисто индивидуально, конечно. Итак, посмотрим итог расклада. В этой позиции вышла карта, которая называется маг. Вау, вы скажете. Вот это да. Вот это да, карта маг. Это что же такое значит? Это значит старший аркан, это значит сила, это значит сила в девять раз больше, как я говорила. Помните, в начале расклада я сказала, что силы будут в ваших отношениях в девять раз больше. И так оно и есть. Вначале в три раза больше, потом в девять раз больше, а потом маг. Итог расклада, карта маг. Ваши отношения не только будут продолжаться, там уже на небесах, там уже в записях Акаши, там уже есть вы и он идеальная пара. Если у вас нет идеальных отношений, вы смотрите, плачете, то это новое отношение для вас, которое кристаллизуется сейчас там, на небесах. Потому что он хотел любви. Он хотел, может быть, он был в процессе развода, или же в процессе, может быть, вдовец, или в процессе того, что отношения были очень ущербные. И у вас такая же ситуация, или похожая была в этой жизни, или в прошлых жизнях. И поэтому он метался, и вы метались. Вы оба столкнулись лбами, как я сказала, произошел так, как магнетизм такой, да, как звезда родилась общая. Но это правда, рождается звезда, рождается ангел любви. И эти пажи — это ваша неопытность, ваш, ваших сердец. И поэтому были ссоры, неопытные сердца. Маг — это сам творец. Сам творец хочет вам обоим помочь. Карта маг — это то, что любимая ссорится, только тешится. Это то, что будет все замечательно. Это то, что отношения будут меняться в сторону любви, достатка, благополучия. В вашей паре будут все завидовать. И вы спросите меня, почему здесь у нас есть повешенный, тоже старший аркан, а потом маг. Вот зависшая ситуация начнет проясняться, и она выйдет на дорогу счастья. Это итог. Это смысл всего расклада. И смысл расклада — это абсолютное счастье. Расклад показывает, что вы и он будете абсолютно счастливы. Между вами будет все просто замечательно. И я в этом не сомневаюсь ни на минуту, потому что я полностью доверяю тому, что я вижу на этом магическом столе. Карта маг в итоге. Когда карта маг выходит в виток? Редко. Редкий случай, когда встретились два одиночества. Может быть, здесь, да? Вначале, в основании два одиночества встретились. Может быть, он был в процессе развода, или же вдовес, или вы в процессе того, что отношения предыдущие сошли на нет. Встретились два одиночества. В сердце были одиноки. И сейчас два сердца сложились, как две половинки. Нашли друг друга. И будете абсолютно счастливы. Ну что ж, может ли что-то помешать вот этой карте маг абсолютному счастью? Рыцарь жезлов. Нет. Нет. Если в карте противостояния, то есть во второй карте Кельского Христа, выходит негативная карта, это всегда означает, что да, что-то может помешать, и вы имеете предупреждение. В данном случае рыцарь жезлов говорит, что ничего абсолютно не может помешать, что страсть была, есть и будет. И на страсти, и на химии между вами, и на желание быть вместе. И вот знаете, как любовь медленная на гнев, а любовь быстрая на принятие и милость. Вот эта карта идет вместе с картой влюбленной. На этом же ждется ваше будущее счастье. Влюбленная и маг. Это абсолютная гармония между вами, которая будет в будущем. Потрясающий расклад, правда же? Потрясающий. Я очень счастлива это все видеть. Я знаю точно, что у вас все будет просто хорошо и замечательно. И вы будете с ним счастливы. Еще раз повторяю, что расклад для всех. Во-первых, для мальчиков и для девочек. Если вы себя нашли в другой какой-то фазе отношений, если вы находитесь в фазе перехода, если вы ищете отношения, вот такие отношения для вас возможны. Это уже ваше будущее, которое я считываю здесь. У каждого что-то большее проиграется, что-то меньшее, но расклад поможет абсолютно всем. Если вы этому раскладу позволите вам помочь. Вот такой замечательный расклад, мои уважаемые друзья. А я знаю точно, что у вас будет все просто замечательно. А еще знаю точно, что мы скоро увидимся, потому что на этих раскладах вы формируете свое будущее, вы разговариваете сами с собой. Я держу для вас открытое пространство, в котором вы можете отдохнуть, провести досуг с пользой, восстановить свои силы, поговорить с ним, если нет возможности. То есть многое можете сделать, сделать чего. Поэтому подписывайтесь. Подписка что-то означает о том, что вы хотите помощи от этих раскладов, что вы говорите, да, я хочу, чтобы карты мне помогали. Кстати, материально подписка ничего не стоит. Абсолютно. Потому что дружбу за деньги не купишь. Так что подписывайтесь, не пожалейте. Оцените мою работу, пожалуйста, если вам не трудно. А это просто нажать пальчик вверх или вниз. Даже не нужно пальчик делать вверх или вниз, а просто нажать. Так вы выражаете свою эмоцию, а эмоции выражать очень полезно. Потому что эмоции должны быть выражены, они не должны копиться. Накопленные эмоции – это вредно для здоровья. Это я точно знаю, как гомеопат говорю. Я вас люблю, обожаю, и будем видеться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok